Семью Алимовых знают многие балаковцы, потому что она необычная. Виктория стала мамой для многих ребятишек. У неё на воспитании побывали более 70 детей из приюта. Кроме этого, она взяла под опеку четверых ребят. Сейчас двое из них уже взрослые. С Викторией остались ещё двое. Чуть больше года назад в шумной семье Алимовых произошла беда – сгорел дом. Случилось это ночью, поэтому ничего из вещей спасти не удалось. И на помощь пришли балаковцы. Кто-то деньгами, кто-то вещами пришли люди, просто помогли. Снести дом. У нас запросили мусорщики 400 тысяч за то, чтобы вывести весь сгоревший мусор. Но мы потихоньку, благодаря людям, знакомым, которые приходили и говорят, давайте есть руки, мы можем помочь. Переоборудовав бывший курятник под временное жильё, семья Виктории взялась за восстановление дома. Самое первое, что необходимо было сделать – это возвести фундамент. А это немалые деньги. И здесь на помощь пришёл депутат Саратовской областной думы Гаги Киракосян. В прошлом году мы построили уже фундамент на те деньги, которые люди собрали. И плюс деньги, которые выделил нам Киракосян. В этом году я уже ранее весной всё переживаю. Взяла кредиты, взяла блоки. И, в общем, за зиму немножко денег собрала. И мы подняли стены. Но как бы радуются. Мы все рады, что стены поднялись. Дети все довольны. Но дальше вопрос стал крыша. Нам оценили работу вместе с материалом 400 тысяч. Как бы для нас это небосильно. Если бы кто-то смог бы помочь, мы прям были бы благодарны. Может, руками, может быть, там, я не знаю, материалом. Я не говорю, дайте нам бесплатно. Может быть, даже по какой-то скидочной цене. Семья Алимовых твёрдо намерена возвести в этом году кровлю в доме. Потому что им с приёмными детьми уже надоело скитаться по съёмным квартирам. Это благо. У нас там куры есть, там фазанов мы держим, огород свой. Поэтому как-то мы ещё лето, я думаю, переживём. Но вот, конечно, мне кажется, если крыша будет стоять, дети соберутся, помогут, окна, двери поставят. Мне самое главное – крыша. Но есть ещё одна проблема, которую необходимо решить – газоснабжение. В старом доме оно было. И сейчас всего лишь требуется перенести трубу на метр дальше прежнего местонахождения. Но газовики почему-то решили, что это стоит огромных денег. Слишком сложная работа, как оказалось, по их мнению. Пришлось шире дом сделать из-за того, чтобы не выкапывать старый фундамент, потому что это было бы очень дорого. Нам пришлось всё это закопать. Он был старый и непригодный для нового строительства. Из-за этого газовая труба проходит по самому дому. Я обратилась в Горгаз. Нам сначала 60 тысяч назначили цену переноса вот этой трубы. Дело в том, что там просто за выключение крана газа и за включение 30 тысяч. Просто включить, вот этот мне объяснили, и выключить. Так как нужно ходить по домам, всем сказать, что отключается газ или объявление. Я даже сказала, мы с детьми сами пройдём и всем скажем, что газ будет отключён. Надо объявление. Я объявление. То есть 30 тысяч просто так за воздух мне не хочется отдать. Соловьев пообещал помочь. Но вот последний раз я сделала проект. Нам сейчас выставили ещё большую сумму – 70 тысяч. Тем не менее, семья с оптимизмом смотрит в будущее и не перестаёт благодарить всех, кто помогает ей с восстановлением дома. Дети уже распланировали свои будущие комнаты. Поэтому мама Виктория никак не может не оправдать их надежды, чего бы это ей не стоило. Особенно, когда есть неравнодушные помощники.